Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Здесь у нас курица-гриль. Прям я взяла самую такую поджаренную. Мама меня ругает каждый раз, говорит, такое кушать вредно. Но такое очень вкусно. Дальше здесь два аджарских хачапурих. Я тоже очень люблю, особенно когда там сыр сулугуни. Это вообще вкуснотища. Дальше, так как я сегодня никуда не собираюсь, это чеснок консервированный. Кстати, я раньше думала, что от этого чеснока не пахнет. Но на самом деле от этого пахнет еще хуже, чем от обычного чеснока. Поэтому учитывайте этот момент. Здесь у нас наш шарап, болгарский перец, сырный соус и вот такой вот напиток. Как раз сейчас садится солнышко и такой красивый цвет получается. Я, наверное, чуть позже ринглайт поставлю. А мы с вами давайте приступим. Так, с чего начнем? Даже не знаю. Давайте начнем с курицы. Хочу начать с вот этой вот ножки. Обожаю у них курицу. Настолько вкусная. Прям тает во рту. Сказать честно, сегодня у меня не очень хорошее настроение. Как-то, вы знаете, неудачный день. Никак мне не поддается парковка. Не получается. Сегодня я чуть не поцарапаю одного человека, который стоял на парковке. Там оставался всего, наверное, миллиметр. Просто я не знала, что сделать. И там рядом был мужик. Я ему говорю, пожалуйста, помогите мне убрать машину немножко влево. Но мне это хочется, чтобы у меня само это начало получаться. Ну, еще сегодня я ездила по делам. Параллельная парковка. Стоит машина. Я пытаюсь засунуться как-то туда. И где-то, наверное, четыре раза выходила из машины. Проверяла, нормально стоит машина или нет. Мне кажется, раз я понимала, что я плохо припарковала машину. Потом чисто случайно... То есть я даже не обращала внимания, кто стоит, смотрит и так далее. Я просто чисто все свое внимание нацелила на парковку. Думаю, как же сделать так, чтобы она поместилась. Я не помню, сколько точно раз. Я выходила из машины и перепроверяла, хорошо ли получилось припарковать машину или нет. И потом я заметила, что машина, которая стоит спереди меня, там сидят два парня и просто угорают надо мной. Это было очень неприятно. Так как я их сразу не заметила. Вы знаете, вот мне просто интересно, что смешного, что человек учится. Что-то получается, что-то нет. Это нормально. Можно подумать, они прям сразу научились. Мне как-то, знаете, так неприятно стало, не по себе стало от этой ситуации. Я уже решила там не парковаться. Уехала чуть-чуть подальше, нашла другое место. И вот как раз-таки в другом месте, я не знаю, там осадок от прошлой ситуации или почему так произошло. В общем, между мной и соседней машиной оставался просто миллиметр. Я думаю, сейчас вперед дам. Вообще поцарапаю машину. Потом мне там мужик помог. Огромное спасибо ему за это. Так люди очень отзывчивые. Но с каждой неудачей у меня, как-то, знаете, портится настроение. И почему-то вот именно парковка огромная проблема для меня. Я вообще не вдупляю, куда нужно поворачивать руль, чтобы задние колеса в какую сторону повернули. Я думаю, сейчас отниму мукбанг, покушаю. Потом уже буду смотреть видео-туториалы обучающие ролики на ютюбе. Может, сначала к этому вопросу нужно подойти так, что изучить сначала теорию, а потом уже практику. Ой, какой чесночок. Однажды я так жестко опозорилась перед историей. Я ходила к репетисту по истории, а там была огромная группа, где-то 5-6 человек. В общем, я кушала, и бабушка говорит, вот покушай чеснок. А я чеснок ужасно люблю. Я говорю, бабушка, так я иду на историю, там много людей. И она говорит, ты что, дурочка, что ли? Это же консервированный, от него вообще не пахнет. Я поверила бабушке. И очень много съела чеснока. Пошла на занятия, и учительница такая, я не пойму, говорит, от кого воняет. Если честно, я тоже не сразу поняла, что речь вообще про меня идет. Я почему-то была уверена, раз бабушка сказала, не воняет от этого чеснока, значит, не воняет. И учительница прям при всей группе меня опозорила. И после этого прошло где-то, наверное, лет 5, даже больше. Я вот до сих пор не ем чеснок. Вот этот не ела. Я потом пришла, начала объяснять бабушке, что она меня опозорила, что во всем виновата именно она. И как вы думаете, что сказала бабушка? Она сказала, странно, я думала, от него не воняет. В общем, травма детства. Короче, день какой-то не очень. рецепт на хачапури. Я вам обязательно оставлю. Обязательно переходите, готовьте. Получается просто невероятное тесто. И главная фишка, знаете, заключается в чем? Тесто должно хорошо подойти. Даже когда вы уже сформировали хачапури, оставьте их минут на 15, чтобы хорошенько тесто поднялось. Вот тогда получается вот так. Супер мягко. Сейчас, наверное, все напишут, что курица обгорела. Что это за курица? Обожаю именно такую. Конечно, да, вот это крылышко уже перебор. Но так я обожаю именно такое. Кстати, в комментариях, сейчас точно не помню никнейм, я ей даже ответила, что отвечу в видео. Меня спрашивали по поводу того, какие я процедуры делала, каким я довольна, есть ли у меня высыпание на лице. Я в последнее время, если честно, вообще ничего не делаю. Наверное, где-то полгода, может быть, даже больше полугода. Нет, какие полгода? Год уже точно. Ничего. Я делала ботокс, но ботокс, он на полгода, насколько я знаю. Если ты еще занимаешься спортом, то еще быстрее проходит он. Вот так что эффект от ботокса у меня давным-давно прошел. Вы знаете, я стараюсь с этими всеми процедурами сильно не переусердствовать, чтобы все смотрелось максимально натурально, без фанатизма. Еще плюс у меня очень хороший врач, я на нее подписана в инстаграме. Кому тоже интересно, кто хочет там губы сделать, переходите в мой инстаграм и пишите моему врачу. Она огромная умница просто. Никаких проблем у меня нет. Даже если сравнить мои старые видео и новые, посмотрите, как сильно человек меняется. меняется в хорошую сторону, на мой взгляд. Я делала губы, делала ботокс, делала подбородок, делала брови, но это уже не у косметолога, понятное дело. Что еще? Сейчас так и не вспомню, что я там делала. Но эти все изменения, они временные. Что-то уже прошло. Например, губы изначально были гораздо больше, но сейчас меня все устраивают. А пока что мне прям не хочется ничего в себе менять. Только если нос сделать, но это уже не косметология, а пластическая хирургия, а то, что связано с косметологией, я ничего менять не хочу. Вообще, я человек, который очень сложно принимает какие-то решения. Я очень долго, знаете, метаюсь из стороны в сторону, надо мне это, не надо. Еще люди вокруг, которые что-то советуют, что-то говорят, они очень сильно на меня влияют, на влияют на мое мнение. Вот. Просто мне очень многие говорят, что нос не надо делать. Я была на консультацию одного хирурга недавно. он сказал, что надо. Надо в каком плане? То есть нос будет гораздо лучше. Когда изначально нос небольшой, то его можно сделать совсем маленьким. А с другой стороны, я думаю, зачем мне совсем прям маленький? Будет смотреться некрасиво. Мне вот размеры носа нравятся. Мне просто хотелось бы, чтобы кончик вот смотрел вверх. Вот так. Ну, в общем, как мой родной брат говорит, твоя конечная цель это изуродовать себя. Зачем это все нужно? Он против, кстати, этого всего. И это не связано с религией. Вообще изначально он был против. Он тоже, знаете, своеобразный. Например, к татуировкам он нормально относится. А вот к пластической хирургии, к косметологам очень плохо. Он считает, что девушки потихоньку теряют свою индивидуальность. Все на друг дружку похожи. И это совершенно некрасиво. Вот как считает он. Он всегда говорит Самойлову, чтобы отличить от Решетовой. Нужно постараться. Так и не сразу поймешь, где какая. Но я здесь немножко не согласна. Я считаю, что стандарты красоты как раз такие. Поэтому все похожи друг на дружку. Плюс еще эти фильтры в Инстаграме делают всех похожих на друг дружку. Так особо каких-то серьезных вмешательств в моей жизни никогда не было. Не связанных с какими-то показателями. Слава Богу, все всегда было нормально. Как же это вкусно. макаю в Наршарап. Мне, кстати, подписчицы писали, что по моим рекомендациям они тоже начали покупать Наршарап. Кому-то понравилось, кому-то нет. Возможно, мне нравится, вам нет. Такое тоже возможно. Но я обожаю. А с рыбой как идет. Кто не пробовал Наршарап, он такой кисло-сладкий. Это, мне кажется, больше от привычки. Кто привык, тому вкусно. Я вот болгарский перец всю жизнь ненавидела. А сейчас мне нравится. И так у меня было ужасное настроение. Приехала во двор. У нас во дворе есть парковщики. Вот один из них ко мне подошел, записал мой номер и говорит, чтобы останавливать машину в своем дворе, надо платить денежку. Окончательно, чтобы испортить мне настроение. Сказала, окей. Но брат у меня платит, я знала. Вообще, чеснока много кушать нельзя. Но я обожаю. И парковщик сказал мне одну умную вещь. Он говорит, вот ты хочешь, говорит, в гараже место, а пока что твои способности говорят об обратном. там очень много столбов. Какой-то да заденешь. Какой-то пессимистичный мукбанк получился, да? А что делать? Я еще купила адвент календарь в инстаграме, вам показывала. Хочу снять сначала распаковку, открыть все ячейки. Потом, если там будет много конфет, от Милка. Мне просто интересно, что там внутри. Потом сесть, например, и снять чаепитие. Где я кушаю эти эти конфеты. солнышко уже все садится. Я просто не понимаю людей, которые смеются над теми людьми, которые чего-то не умеют. И вот эта ситуация меня прям добила. Я пытаюсь, я учусь. Что мне делать? Я поела, наелась, было нереально вкусно. Огромное спасибо, что досмотрели это длинное видео до конца. Не забывайте ставить лайки, также пишите в комментариях, как вы научились парковаться, какие советы вы можете мне дать. Возможно, у вас тоже была такая же проблема, как и у меня. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.